Магнитогорск стал площадкой отраслевого форума «Проформат». Организаторами встречи руководителей и специалистов порядка 30 предприятий горно-металлургической промышленности выступили Совет по профессиональным квалификациям, Магнитогорский металлургический комбинат и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Форум проводился с целью решения проблемных вопросов развития национальной системы квалификаций. Национальная система квалификаций начала формироваться с 2015 года, что требует она от работодателей сформулировать требования к той или иной профессии. На основании этого утверждаются и профстандарты. А вот как привести требования каждого отдельного предприятия к общему знаменателю, этот вопрос и стоял перед участниками форума «Проформат». Мы должны с вами сделать так, чтобы будущие законопроекты, будущие законы именно по подготовке квалифицированного персонала, они были удобны, они были по существу и они были про те реалии, которые мы сейчас видим в современном производстве, в современном мире. Формат встречи – стратегические сессии. По сути, руководители и специалистов усадили за круглый стол, поставили перед ними конкретные задачи и попросили тут же предложить решение. Мы хотели дать возможность высказаться в формате стратегической сессии каждому участнику сессии, для того, чтобы каждую компанию была услышана, и его это мнение можно транслировать уже на национальном совете при президенте Российской Федерации. Национальная система квалификаций с 2017 года предполагает наличие независимых центров оценки квалификации. Рабочим необходимо сдавать экзамен по специальности с обязательным практическим этапом. Вопрос для участников форума – кто должен принимать экзамен, входить в экспертную комиссию. Мой основной интерес, конечно, понять, что делать с центрами оценки квалификации. Формировать ли их на уровне региона, на уровне ли предприятия, на межотраслевом уровне, как они будут работать. Мы как видим ситуацию. У нас должно быть вот в 20-е год это совхождение в систему создания центров на всех крупных предприятиях. Это не так много. У нас в отрасли это где-то порядка десятка-полтора. И следующий период – это решение уже проблемных задач. Одна из стратегических сессий на форуме была посвящена вопросам образования специалистов и рабочих. Сформировав систему квалификаций, можно пересматривать профессиональные стандарты. Из этого следует, что предприятия смогут требовать от учебных заведений определенным образом готовить для них кадры. Я вижу основную проблему профессиональных стандартов в том, что эти стандарты пока не интегрированы в образовательные стандарты учебных заведений как среднего образования, так и высшего профессионального образования. На Магнитогорском металлургическом комбинате пробелы в образовании ликвидируют системы наставничества. Молодым специалистам мастера передают практические опыты знания, что, соответственно, сказывается на квалификации работников. Все инициативы и предложения со стороны предприятий будут рассмотрены Советом по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе. Надеюсь, что вот это мероприятие, оно как раз и позволит в том числе выработать такую консолидированную позицию нашего горно-металлургического комплекса. И в свою очередь это будет учтено при разработке уже дальнейшем и совершенствовании самой системы. Итоговый документ форума «Проформат» был сформирован на заседании Совета по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, которым завершились рабочие сессии. Надежда Кинаш, Танислав Хьюдин, Олег Карпенко, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.